армас из дар до стар булка штанов мельненка штанов reaction канала макошки одинистер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием аким павлодарской области про свой лексус скрипт они то и основные проблемы города павлодар ребята без лишних слов приступаем к просмотру кстати по ссылке в описании можно пройти на мой бусте там я регулярного выкладываю реакции которую блокирует youtube по авторским правам реакции на все ваши топовые казахские фильмы я уже записал собственно и выложил на бусте такие как бизнес и по-казахски казахская ханс в алмазный меч золотой трон шал районы бизнесмены в общем ребята там очень много реакций переходите подписывайтесь ну а мы приступаем детка кима павлодарской области мы показали что бывает когда в район без всякого предупреждения приезжает глава региона закончили на том как прыгнули в лексус и поехали в павлодар а интересно комфортный автомобиль комфорт он был до меня я ничего не менял в этом автомобиле известны ездили и базумбаев и предыдущие ким не будем называть фамилию скажите пожалуйста когда вы поменяете то есть сколько должен быть ресурс автомобиля что поменять планов менять нет зачем если машина ездит про регулярно проходит до до тех обслуживания нравится в автомобиле тоже не роскошь это средство придвижения сейчас это же мы понимаем ай как он отвечает да ну красавчик красавчик все правильно все логично а порой почему просто бывает это внедорожник он он был я его допустим менять или же допустим обновлять такого не ну и еще вдобавок нему мораторий сейчас на закупку поэтому я не вижу целесообразности есть другие глава важнее задач ехали мы около часа поэтому я предложил поставить музыку и поскольку направлялись мы в павлодар то и музыку надо было поставить корнями идущую из павлу как относитесь скрипта нет позитивно вот чуть-чуть погромче можно baby можно еще погромче смотрите аким немножко напряг себя такой ну как бы нецензурные слова в этой песне да это все таки как-никак интервью потом мало ли кто будет смотреть это интервью дай из вышестоящих вроде что там аким наговорил ну мало ли его лицо напрягается не ну качает как круто когда в москве благодаря скрипта не то благодаря трувера там 104 все знают что такое павлодар это же не рода конечно круто да конечно круто поэтому я и говорю я отношусь с уважением он родился в поселок ленинский возле павлодара да там до сих пор родители его живут у вас нет мысли инициативу сделать там эту улицу назвать именем один лежать один узнаете у нас и же аномастические вот эти законы требования правила инициативу же вы можете предложить ну можно можно и предложить но я считаю что это не аким должен носить предложение это должны люди жители народе или там или за этом организация или же там я не знаю есть специальный порядок и правила на этот счет блин а ребята вот а напишите в комментариях что вы думаете по поводу этой идеи почему нет я бы наверное быть жителем казахстана и неважно павлодар или нет наверно первым бы побежал оставить свою подпись за то чтобы какую-нибудь улицу переименовали в скриптонитовую улицу или еще что-то типа того я не знаю улица одили это что гантели там да а зачем в машине гантель нет но это перевозят мои с работы там это какой-то интервью это ваши можно гантели у акима район область области гантели почему они новенькие какие-то да у вас и для чего это это ваши вы можете поднять этот вес конечно продемонстрировать сколько то здесь килограмм что ли в хорошей физической форме нормально ну я еле поднял эту меру сколько килограмм 10 10 килограмм гантеля ну давай ты подними вы наблюдать видя мы не готовились мы не мы не убирали итак наконец сам павлодар выходим на улице и пошли куда глаза глядят а глаза по всему городу глядели вот на такие дома из красного кирпича социальных сетях писали что этот застройщик уже цитирую обнаглел совсем знаете кто строит эти дома ну юридически знаю фамилия по-моему немецкая да какая-то местные жители пишут что этот предприниматель совсем обнаглел строй где хочет по его объектам есть нарушение в данный момент я не располагаю этой информации вот что вы не слушали да я вижу да что в принципе этот дом близко к улице да я еще раз говорю причина почему это его частный земельный участок здесь не был разработан до план детальной планировать был бы пдп значит все эти ограничения сработали бы и никаких сложностей не было но поскольку как бы акимат своевременно не разработал эти документы ограничивать деятельность предпринимать любого предпринимателя в том числе и в строительной сфере да это незаконно было информации о нарушениях этих строительных объектов у вас сейчас официальной нету 100 социальных сетях информация слышали да слышали мы давали поручения вручали какие-то уведомления вели но если бы это было бы незаконно то и прокуратурой все органы давным-давно приостановили в эту стройку интересно кто выбрал задний фон вот для этой части интервью мне кажется по-любому корреспондент явно не активно ну как бы так немножко там фасад этого здания с пластиковым окном не очень и я думаю здесь по-любому журналист постарался вот пойдемте вот она скамейка да сейчас бабушка захочет присесть она мокрая потому что сейчас дождь был навеса нет никакого стоит а вот объясню в этом году у нас планируется ремонт улице это сад паево улице то есть когда мы это будем делать ремонт мы сразу же параллельно будем и тротуар и инфраструктуру поэтому я думаю что кости не ситуации поменять лично когда ремонт будет но это же остановка не первый год правильно это почему так вы это остановки 50 лет и как так вышло что навеса даже нет я я понимаю понимаете вот остановка эта часть инфраструктуры да первично все таки мы должны сам общественный транспорт обновить мы пришли к остановке не только чтобы показать ее состояние но и прокатиться на автобусах вот такие мы встречали по городу без акима старые набитые битком и чтобы вы думали не знаю специально это или нет но пока мы стояли на остановке с акимом подъезжали одни новенькие и полу пустые за счет чего то что больше автобусов таким тоже ездит в этом автобусе или летний период все в отпусках меньше людей много старых автобусов по городу или вывод на новый посмотрите все новые автобусы нам же надо оплатить за проезд вы знаете знаете сколько стоит 80 80 блин аким красавчик или у него и мини микрофон в ухе такой как фильм про шпионов либо он реально интересуется и знает обстановку в городе да но скорее всего 2 конечно же явно не вот эти шпионские страсти блину красавчик каким врачи красавчик заплатить да 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 давайте я за вас заплачу вот через пир-код а что вы там скачали а вот так вот да 22 машина 80 тенге супер а я наличка плачу за меня и за оператора пожалуйста двоих возьмите мы ввели вот систему электронного билетирования эти карты честно скажите в это приложение сегодня скачать вчера после автобуса мы проехались и на трамвае причем это была инициатива акима на новеньких трамваях вот мы ждем старенький трамва относительно старин а и на него нер не будем садиться не успеем а следующий подождем новенький он идет следующий давайте дождемся новенький а давайте на стареньку я все-таки настаиваю на стареньку как бы труш не понимаете трусечку подъехала до есть вопросы каким область интересный претензии предложения может что-то высказать хотели ему в лицо а был каир скаков не слышали да почему не слышали кого нам рядом стоит да так интересно как нужно а вот извините а можно вас вот скажите пожалуйста вот стоит аким чтобы вот такой дед по-любому не поверил такой чё какой ким вы как житель павлодара хотели сказать удачи пожелать и здоровья но я так что это сарказм было потом мы вышли из трамвая интересовались людей уже на улице нет фактов что ворует или же значит какими-то занимается мафиозными а что раньше такое было было все мафиозные дела все было было всего да вы что мужики с ним а сейчас откуда вы знаете что этого нет ну народ молва молва по городу не идет да такие вещи они сарафаном радио распространяется и есть такое устойчивое мнение среди народа да скорее всего что то 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 происходит а если такого нету в целом вот это в воздухе это не витает значит наверное этого нету хотя может быть таким очень хитрый а может быть и нет склоняясь к тому что конечно же нет какой-то он какой-то он хороший что ли ребят ему рот не заткнешь сарафанное радио оно все равно как бы именно именно на мере изюминка правда есть таким да есть что сказать обожаю у вас есть претензии каким честно только вот не из-за того что он здесь стоит вот это будет по телевизору да конечно конечно вы не естественно с утра проснулся еще что-то не сформулировал план как бы там добраться до работы ну вот как дороги там вода освещение горячую воду говорят отключают ну только дали горячего то есть буквально вот и тут дали до акин не было акин появился на районе и дали воду горячую опять сейчас корреспондент скажет блин по-любому подстроили с первого короче месяц не было потом дня два-три было так потом опять вместе было много месяца не было много много претензий какие мы есть сейчас сейчас я уйду потом быть нам лотос да да ага вы знаете кто у вас аким область а как зовут его имя фамилия как догадался неужели знает ладно а другое ташка захотел вообще дать бота к ему правда тот растерялся от такого обедает что-то не конечно высловление спросить у а был каира скакова насчет главной проблемы павлодара постоянного отключения горячей воды ремонт идет семь месяцев не было горячего семь месяцев не было горячей воды и сегодня сегодня через неделю не подождите почему 7 еще не только потому что 12 бригад этот отклик на один порыв делали в течение всего шестимесячного подготовительного периода и именно это в этот был вызов перед нами чтобы чтобы увеличить количество бригад чтобы увеличить финансирование и жестко взяться за этот вопрос помогло в этом году в этом году намного лучше сколько нужно лет чтобы в павлодаре перестали летом отключать горячую нет отключать все равно будет вопрос на какой период короткий периода до месяца мы будем стараться чтобы до месяца у 95 98 процентов намного лучше в этом году чтобы давать этого но 6 месяцев и 7 если я абсолютно согласен что так было и так нельзя тем не менее месяц человек будет жить без горячей воды в 20 2022 году я думаю наверно все уже давно себе бойлеры поставили скорее всего да вот у меня тоже вода горячая центральная подводка горячей воды но бойлер стоит потому что весной и осенью на две недели открыт отключает горячую воду ну там типа опрессовка нам на вот это вот все бойлер есть я думаю там тоже на в павлодаре уже практически всех есть бойлеры ребят кто с павлодара напишите в комментариях так это или нет нагреватели ставят какой-то выход делать но я еще раз говорю что вот этой проблеме без малого 30 лет сразу по типу прошлом году была очень актуальна проблема комаров вроде как стало лучше но не совсем вот вы сейчас говорите а у вас мошка летает сказать вот местные жители говорят до комарами лучшие петельная тема и в этом году окей но появились может как-то травить можно да я не хочу вас бить просто давайте вы не так ребята что за корреспондент будет бывший военщик или что ли он бессмертный аки мы хотела сейчас прямом эфире лупану да как говорится леща ему дать практически будете количество появилась одна или много что вы сделали получать технологии поменяли мы поменяли технологии мы концентрацию увеличили раз мы природоохранный попуск раньше старта сократили времени попуск воды быстрее его сделали и авиаобработку раньше мы делали три недели а сейчас за одну неделю сделали охват был 100 гектар за один вылет а сейчас где-то до 300 гектара чему раньше этого не ну мы жил прошлом году знаете понимаете мы же не можем допустим чиновники быть во всех сферах специалистами да мы строго обработку логично свои у них эволюционные у личинки есть свой там 6 циклов и только в трех из них вот эту суспензию она может употребив может как бы ликвидироваться поэтому нужно это все поймать этот этот момент это нам только опираться должны на науку блины даже вот в этой в этом моменте даким что-то знает как бы там шесть циклов вас этой личинки суспензию надо в определенный момент до чтобы она схавала это личинка ничего себе ну неё там точно этот микрофон в ухе ребят нам рекомендует ну мозговой штурм провели хочется конечно побольше таких мозговых штурмов не только в акимате по владарской области но и по всей стране на сегодня все вот так мы прогулялись сабыл каиром с каковым по его региону я со своей стороны хочу призвать акима в других областей прогуляться также со мной вы же не боитесь своего же народа нет ребята он если боитесь то не надо сидите дальше в своих теплых кабинетах блин ребят я вот прям мысли мои корреспондент прочитал заочно да и то же самое высказал то что я хотел сказать что я бы подобное интервью посмотрел бы абсолютно со всеми акимами а может быть они конечно были бы не такими смешными интересными смешными в хорошем смысле этого слова блин ребят но это какой-то просто я не знаю как будто вы какой-то квн или стендап посмотрел опять же ребята в самом хорошем смысле этого слова были ну все понравилось сидел с улыбкой на лице улыбка вообще с лица не сходила а где-то прямо на смех пробивала блин вот это да прикольно вообще не ожидал что интервью с акимом будет настолько интересным и и наверно как-то необычно но тут тут оба да хороши я ким такой как бы сговорчивый идет на разговор да не боится отвечать на какие-то вопросы не такие каверзные да даже порой и корреспондент сам такой тоже как бы в себя в себя поверивший такой да а киму хотел леща там зарядить еще что-либо там ну под предлогом мушку отогнать про скриптонита baby мама там в тачке прокачались блин ребята выше всех похвал супер видео напишите в комментариях что вы думаете по поводу видео по поводу моей реакции подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии ребята поделитесь этой реакции в соцсетях делайте репосты не знаю может быть а ким сам посмотрит эту реакцию ну а почему не да как бы что народ думает конечно я как бы народ другой страны до отношусь к народу другой страны но все же взгляд со стороны блин это аким области да ребят получается же это же такой как сказать должность то повыше явно чем аким город или аким район аким области блин нифига си и такой интересный человек да ладно ребят давайте на этом все всем пока удачи до встречи